МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По атомной энергетике, по атомной отрасли. Выездная приемная комиссия Обнинского института атомной энергетики. Пропаганда, защита, мирных границ, как любовь – это главная визитка этой службы, непростой. Гражданская оборона принимает поздравления. Это здоровый детский творческий проект, где дети дружатся друг с другом. Старт проекта «Ньюклея Китс-2017». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности, как дань памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Их супружество – удивительный пример жертвенной и верной любви, пронесенной через все жизненные испытания. В преддверии этого праздника губернатор Алексей Островский наградил 15 многодетных матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагаревны. В их числе четыре жительницы города Десногорска – это Александра Артемова, Юлия Гаврюсева, Светлана Луценко и Елена Сверидова. 4 июля народные избранники Десногорска провели сначала слушания, а потом и очередную 42-ю сессию городского совета. Какие решения приняты, расскажем в нашем следующем сюжете. Все вопросы повестки дня депутатских слушаний были обсуждены и вынесены на рассмотрение сессии. Повестка сессии состояла из девяти вопросов. Депутаты внесли изменения в положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города, решение номер 328. В положение о земельном налоге на территории муниципального образования город Десногорск, решение номер 330 и в правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории нашего города, решение номер 333. Затем депутаты признали утратившим силу решение Десногорского городского совета от 23 марта 2005 года номер 121. Согласно решению номер 332, бюджетному учреждению Государственная ветеринарная служба до конца текущего года продлён срок безвозмездного пользования жилым фондом, расположенным в первом микрорайоне. Депутаты рассмотрели обращение начальника ОМВД России по городу Десногорску, учли рекомендации постоянных депутатских комиссий и решили в связи с 81-й годовщиной со дня образования подразделения ГИБДД наградить благодарственными письмами Десногорского горсовета инспекторов Дениса Добренкова и Галину Ныркову. Кроме того, на сессии были утверждены положения о муниципальном земельном контроле на территории Десногорска и план работы Десногорского городского совета на второе полугодие текущего года. Со всеми решениями, принятыми на 42-й сессии, можно ознакомиться на официальном сайте администрации. В соответствии с поручением губернатора Алексея Островского о повышении доступности государственных услуг в МФЦ Смоленской области реализуется возможность предварительной записи через интернет. Для осуществления предварительной записи заявителям теперь не обязательно обращаться в многофункциональный центр по телефону или посещать учреждения лично. Достаточно зайти на официальный портал МФЦ Смоленской области, раздел «Предварительная запись», выбрать территориальное подразделение, необходимую услугу, а также удобный день и время приема. Проект «Дом со звездой» продолжает свою работу в Десногорске. 5 июля еще три звезды зажглись на подъездах домов, где проживают ветераны-фронтовики. Александр Четверяков, Октябрина Каноненко и Николай Тимофеев. В торжественных мероприятиях приняли участие сами ветераны, представители администрации и молодежь города. 4 июля выпускники Десногорских школ могли подать заявление для поступления в Обнинский институт атомной энергетики, не выезжая из города. Подробности в нашем сюжете. Обнинский институт атомной энергетики является специализированным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов в области высоких технологий для предприятий и организации ядерной энергетики. Он очень популярен у нас в городе, так как большинство работников Смоленской атомной станции получили образование именно в нем. Для того, чтобы десногорские выпускники смогли подать документы для поступления, уже много лет институт организует выездные приемные комиссии. В институте в нашем сложилась такая традиция приезжать в город Десногорск, поскольку здесь находится непосредственно атомная станция. Наш институт готовит специалистов по атомной энергетике, по атомной отрасли разных направлений. Поэтому мы готовим уже целенаправленно специалистов данных направлений, разных направлений. Атомная энергетика, эксплуатация АЭС, монтаж, наладка, радиационная безопасность и так далее. Все родители заинтересованы в том, чтобы дать своему ребенку образование такое, чтобы, получив диплом, он мог найти работу по выбранной профессии. Атомная энергетика – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. Она очень наукоемкая область и, на мой взгляд, одна из самых перспективных областей и направлений развития сейчас в России. И я хотел бы, чтобы мой сын тоже, как и я, работал в этой отрасли. Думаю, что у него в ней хорошая перспектива. В этом году в приемную выездную комиссию подали документы 19 десногорских выпускников. Большая часть из них предоставили подлинники аттестатов. А это значит, что в скором времени эти ребята, получив высшее профессиональное образование, придут работать на Смоленскую атомную станцию. По прогнозу, обнародованному Пенсионным фондом России в 2020 году, средний размер пенсии в Российской Федерации составит 15,5 тысяч рублей. Как отметил зампредправления Пенсионным фондом России Александр Куртин, через три года страховая пенсия по старости вырастет в среднем до 14 900 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 1,13 раза. Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год индексируются, поднимутся до 15,5 тысяч. 2017 год для гражданской обороны России юбилейный. 4 октября служба отметит 85-ю годовщину со дня своего образования. Именно этой дате посвятили свое творчество воспитанники и их педагоги из оздоровительного лагеря 4-й школы, подготовив праздничный концерт. На мероприятие пригласили сотрудников Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Десногорска. Гостям было очень приятно видеть, с каким воодушевлением ребята пели, танцевали, поздравляя их с этой знаменательной датой. Голоди чуть-чуть ладонь, шагую эту ночь, но ты попробуй шаги в огонь. Если дома жена и дочь, по плечу вас кучит ладонь, слава Богу, ты не один, но ты попробуй шаги в огонь. Если дома жена и сын... За 20 лет существования Управления по делам ГОЧС в Десногорске специалисты провели немало занятий и практических тренировок с персоналом и воспитанниками всех школьных и дошкольных учреждений города по темам пожарной безопасности, радиационной, радиационно-химической опасности по вопросам эвакуации. И, конечно же, в памяти у ребят остаются эти знания. Коллектив Управления искренне благодарит за прекрасную встречу и говорит огромное спасибо ребятам и организаторам этого мероприятия. Директору лагеря Ирине Руденко, педагогу-организатору Наталье Барауля, воспитателям Алле Калагановой, Людмиле Денисовой и Татьяне Дашуниной. А сейчас новости культуры. В реабилитационно-здоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС состоялся отборочный тур отраслевого фестиваля «Уран-235». Со сцены звучали песни и стихи в авторском исполнении. Победители отборочного тура примут участие в международном открытом фестивале авторской песни и поэзии «Уран-235», который пройдет с 20 по 23 июля на берегу Финского залива на турбазе «Чайка» Ленинградской АЭС. А в Смоленске 22 июля вновь обрушится звездопад. Мероприятие «Седьмой международный фестиваль фейерверков «Звездопад»» планируют провести на аэродроме Южный. Фестиваль приурочен ко Дню физкультурника и Дню семьи, поэтому особое внимание организаторы уделили спортивным соревнованиям. Здесь пройдут состязания по народному жиму на кубок «Дяди Гриши», а также соревнования по арм-рестлингу, соревнования на кубок «Гэлакси Парк» по кикеру «Настольный футбол» и по настольному теннису. Для юных зрителей организуют парк развлечений. Вход на фестиваль будет открыт с 16.00, а шоу музыкальных фейерверков планируется в 21.45. И в завершении выпуска сюжет о том, как Росатом растит таланты. Активная деятельность госкорпорации по созданию комфортной среды для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения дает свои плоды. В различных творческих мероприятиях, проводимых в городах присутствия Росатом, в этом году принимает участие в два раза больше детей, чем в прошлом. Эти кадры были сняты три месяца назад в Нижнем Новгороде, Ангарске, Железногорске и других городах России. Сотни детей с прекрасными голосами, изящной пластикой и врожденным актерским мастерством пытались с помощью своего таланта добиться права на участие в международном творческом проекте «Нуклер Китс-2017». Счастливые билеты в итоге достались 74 юным дарованиям. Уже на этой неделе их мечта станет явью. Они все замечательные. Кто-то больше просто подходит к нам на проект, кто-то меньше. И нет вообще никакого соревнования на самом деле. Это международный детский творческий проект, где дети дружатся друг с другом. «Нуклер Китс» – самый масштабный и самый успешный детский творческий проект «Росатома». Он объединяет юные таланты из городов и стран присутствия госкорпорации вот уже восьмой год подряд. Результатом этого международного детского творчества становятся яркие эмоциональные мюзиклы, заслужившие овации зрителей всего мира. «Я настолько впечатлена. Предупредили, что, возможно, будут слезы. Как бы не ожидала, но все, что же будут». Невероятные дети, которые достучались до каждого зрителя. Спектакль, не побоюсь громких слов, мирового уровня. Хорошо справляясь с развитием творческих способностей у подрастающего поколения, «Росатом» не забывает и о тех, кто обладает математическим складом ума. Младым ученым помогают реализовать свой талант многочисленные конкурсы и олимпиады по научно-техническим дисциплинам. Например, робототехнический фестиваль «Робо-Сенс-2017» прошедшего «Электростали». В нем приняли участие более 4 тысяч школьников. И ранняя тяга к науке некоторых из них просто поражает. «Я всегда интересовался науке, даже со второго класса. Я изучал физику, биологию». «Увлечен я именно программированием больше всего. И поэтому мы выбрали такую команду. Он строит, а я программирую». Вышеперечисленные проекты – лишь малая часть огромной работы с детьми, которую ведет госкорпорация «Росатом» в городах своего присутствия. Цель этой деятельности – взрастить таланты, которые в будущем могут принести пользу не только атомной отрасли, но и всей стране. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин